Добрый день. Не так давно я прочитал лекцию при храме Косьмой Дамиана в Шубине об историческом контексте евангельских событий и по просьбе как посетивших эту лекцию, так и отсутствовавших, повторно ее записываю. Долгое время считалось, что религия и наука это разные и не соприкасающиеся области. Еще в 19 веке люди всерьез полагали, что Урхалдейский это мифическое место. В книге Бога Иисус, польского публициста Анжея Немоевского, Понтий Пилат назывался персонажем астральной легенды и выступал в качестве созвездия Фиона Копейщика, который убивал своим копьем висящего на мировом древе, то есть на Млечном Пути, Христа. По мнению известного русского революционера-народовольца и ученого-астронома Николая Морозова, легенда об Иуде-предателе развелась из соединения различных соображений с астральной мифологией. Еще полвека назад советский историк Сергей Ковалев писал о том, что фигура Иисуса на самом деле составляет многие черты восточных языческих божеств. И это лишь малая доля того, что было написано европейскими авторами Вольнеем, Дюпи, Бауэром, Артуром Древсом, которые были популярны еще 70-80 лет назад. Более того, именно эти гипотезы считались более научными и достоверными, чем то, что нам рассказывает Библия. На сегодняшний день даже историки-атеисты будут скорее с недоверием относиться к перечисленным теориям, изрядно устаревшим, а Библию все же воспримут как исторический источник. Такие нападки на достоверность Священного Писания подталкивают нас к тому, чтобы мы более глубоко изучали не только содержание моральной стороны Благой Вести, но и рассматривали Новый Завет как источник определенной эпохи. Прежде чем приступить к описанию людей или событий, которые мы находим на страницах Евангелия, можно обрисовать то пространство, в котором они происходят, так сказать, декорации евангельской драмы. Во-первых, Иудея была одной из самых удаленных провинций в Римской империи. И, в отличие от других провинций, например, Египта, какой-то особой важности она не имела. Трабон писал, что в одни императорские провинции назначались наместниками бывшие консулы, в другие – бывшие преторы, а в третьи – самые незначительные – всадники. Понти Пилат, как и последующие легаты и прокураторы Иудеи, был из числа всадников, что говорит о незначительности этой провинции в глазах власти. Пространство, на котором развращивается евангельская драма, очень небольшое. Те места, которые Христос и ученики сходили со своей проповедью вдоль и поперек, размером не больше государства Люксембург. В то же время эта крошечная полоска земли между Аравийской пустыней и Средиземным морем очень богата на различные ландшафты и климатические изменения. На самом севере, в Сирии, снега стекается от рогов горы Ермон, образуя начало реки Ордан. Эта река впадает в Галилейское озеро, крупнейшее во всем благодатном полумесяце, поэтому в Библии оно называется Галилейским морем. Галилея – это гористая местность на севере, которая с одной стороны ограничивает горы Ливана, с запада Финикийское побережье, а с юга – Израильская долина. Вам она возможно известна как долина Мегиды или Армагеддон, где, согласно библейской апокалиптике, сойдутся в последние битвы силы добра и зла. Несмотря на пересеченную местность, холмы, возвышенности, долины, Галилея – самый плодородный регион Палестины. Во времена Христа она была густонаселена, причем не только евреями, но и сирийцами, финикийцами, было заметно влияние эллинизма, за что евреи, жившие на юге, в Иудее, презрительно называли ее Галилеей Языческой. Дальше на юг протекал и Ордан, впадавший в солончаки Мертвого моря. К югу от Галилеи лежала Самария, где жили переселенцы из Месопотамии и Сирии, исповедующие иудаизм, но отличавшиеся от остальных иудеев по своим религиозным убеждениям. Наконец, на юге находилась иудея со столицей в Иерусалиме, гористая область, холмы и долины которой зеленели цели весной и превращались в пустыню к осени. Люди здесь менее зависели от земледелия и больше от ремесла или разведения скота. Всю идею пересекали ваде – сухие русла горных потоков, которые наполнялись водой с весенними дождями. Такой же ваде пересекал Иерусалим. Это знакомый нам ручей Кедрон, который пересыхал на полпути к Мертвому морю. Цари Древнего Израиля заключили истоки его Вселамскую купель, и поэтому в Иерусалиме не было недостатка воды. Иудейское воскогорье спускалось к Мертвому морю, самой низкой точкой этой местности, на другом берегу которого находились горы – Мааф и Галаат. Ландшафт на другом берегу Иордана и Мертвого моря больше похож на соседнюю Аравийскую пустыню. В мае и июне здесь с юга начинает дуть ветер Хамсин, приносящий песок, пыль и жары в пустыне, и он означает конец недолгой и мягкой весны. Наиболее оживленная эта местность становится только на берегу Галилейского моря. В Евангелии этот регион называется Десятиграде. Год в Палестине течет по-другому. Весна начинается в феврале вместе с окончанием сезона дождей, продолжается недолго – два-три месяца, а оканчивается вместе с приходом Хамсина в мае или июне. Урожай необходимо было собрать вовремя, до наступления сушающего лета. Поэтому Христос говорит в одной из своих проповедей «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам – возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Поскольку детство и юность Христа, а также и сама проповедь, проходили в основном в Галилее и Десятиграде, то и пейзажи и флоры этой области прочно вошла в текст Нового Завета. Помимо засеянных ячменем и пшеницей полей, зеленеющих виноградников и оливковых рощ, которые в Новом Завете называются просто сад, там упоминаются и сикаморы, смоковницы, и финиковые пальмы, и многие другие растения, произраставшие в Галилее. Конечно, в Евангелии мы не найдем подробных описаний природы. Люди того времени гораздо меньше обращали на это внимание, поскольку они жили среди этой природы, а не в городах. Но флора Галилеи была настолько разнообразной, что она не могла не войти в писание евангелистов. Помимо перечисленных растений, в Галилее произрастали и гранатовые, и миндальные деревья, и пихты, и дубы, и пальмы, и кипарисы, и сосны пинии. Кроме того, во времени долгой субтропической весны холмы и долины Галилеи покрывались не только травами, плевелами, то бишь полевой сорной травой, но и также светали дикие лилии, анемоны, нарциссы и красные тюльпаны, называемые Ветхом Завете розами. Об этом Христос говорит, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Вместе с цветами Христос упоминает и птиц. В названной цветате у Луки это на самом деле вороны, птицы небесные, которые у евреев ни с чем негативно не ассоциировались, в отличие от нас. Наоборот, можно вспомнить, что они приносили пищу пророку Илье, когда он скрывался в пустыне. Птица в Новом Завете, которая обозначает одновременно и нечто негативное, но в то же время и нечто возвышенное, это орел. Одновременно и символ римских легионов, но также орлами в Евангелии называются и стервятники, что создает какую-то двусмысленность. Например, когда Христос говорит о будущем Иерусалима. Итак, когда увидите мерзое запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, где будут труп, там соберутся орлы. Здесь двусмысленность. Это орлы римских легионов, знамена, аквилы с изображением этих птиц и одновременно хищные стервятники. В Ветхом Завете упоминаются другие обитатели Святой Земли. Это аисты, ласточки, совы, журавли. Некоторые птицы в Евангелии по имени не называются, но мы можем догадаться, кто это. Не пять ли малых птиц продается за два осария? Спрашивает Христос. Малые птицы, видимо, это воробьи, жаворонки и щеглы, на которых ставили ловушки, а затем продавали. Интересная ситуация возникает и с голубем. Мы представляем себе городского голубя, крупную и довольно остырную птицу, которая паразитирует на наших площадях. На самом деле, голубь, упоминаемый в сцене крещения в Евангелии, это малая или египетская горлица, которая обычно вырастает не больше 27-28 сантиметров и весит не больше 130 грамм. Таких разночтений в синодальном переводе и в оригинале достаточно много. Например, у нас мы читаем о порождениях ехидниных, как будто это речь о каком-то греческом мифическом монстре. На самом деле, в оригинале стоит змеиное отродье. Конечно, в Евангелиях упоминаются обитатели пустынь и гор, леопарды, львы, волки, лисицы, но гораздо больше говорится о домашних животных, считавшихся практически членами семьи. Так Христос говорит фарисеям, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот числе вытащит его и в субботу. Волы исполняли всю тяжелую работу, поскольку лошадь была мало распространена и использовалась для войны, была достаточно дорогостоящим. Другие домашние животные, которые упоминаются в Евангелиях, это ослы или верблюды, но, конечно, самыми любимыми в притче Христа были овцы и козы. Иустин Гностик пишет о том, что до начала своей проповеди Иисус был пастухом. Несмотря на то, что эти сведения апокрифические, метафорика, присутствующая в его проповедях, позволяет нам сделать это допущение. Теперь, когда мы обрисовали немного фон, на котором происходят все известные нам события, можно приглядеться к эпохе и к личностям, которыми наполнены евангельские тексты. Начнем издалека. В 48-м году до н.э. 25-летний Ирод, сын антипатры Идумиянина, стал правителем Галилеи, наместником. Галилей была одной из самых неспокойных областей Иудеи. Уже в следующем году молодому наместнику пришлось усмирять восстание Хиски, сторонника предыдущей династии Иудеи, Хасманеев, которых считали истинными наследниками престола. Ирод же был Идумиянином, то есть не был даже евреем и зато презирался своими сородичами. Казнь галилейского патриота Хиски также не вызвала особой любви у его подданных. Через некоторое время произошло нашествие Парфиана и Иудея, и Ирод смог спастись. В отличие от собственного отца, молодой правитель бежал в Рим, где на царство над Иудеей его поставил Марк Антоний и снарядил с ним экспедицию обратно в Палестину. В 39 году до н.э. он высадился в Пталимаиде, крупном порту на побережье, и с помощью римлян отвоевал себе царство. Чтобы укрепить свои права на престол, новый правитель женился на Мариамне, внучке превосвященника Гиркана из того самого рода Хасманеев. В ходе своего правления он перестраивает и украшает Иерусалимский храм, чтобы завоевать любовь народа, который продолжал его ненавидеть. Иудейский историк Иосиф Флавий пишет, «Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз. Чужим, пребывавшим на поклонении в Русалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где не был позолочен, он был ослепительно бел». Схожие впечатления, перестроенные Иродом второй храм, вызвал и у апостолов. Так в Евангелии от Марка говорится, когда выходил Христос из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Ирод построит множество крепостей, Иродион к югу от Вифлеема, Есивон за Иорданом, Махерон, Цезарею на побережье. Недалеко от Иродиона, на скале над Мертвым морем, он выстроит неприступную крепость Масада. Рассказ евангелистов Матфея и Луки начинается в последние годы правления Ирода. Его и без того жаткое положение пошатнулось после того, как над Антонием победил Октавиан Август в примысе акции. Иудейский царь своим подхалимством пытается заручиться поддержкой нового императора, так, например, основанный на побережье город Цезарея будет назван в честь Августа. В то же время свой собственный народ по-прежнему ненавидит и захватчиков римлян, и самого Ирода. Тот постепенно стареет, начинает становиться все более мнительным, и Флавий пишет о его жестокостях и расправах над простым народом, о том, как его ненавидели евреи, о том, как Ирод, практически сойдя с ума, казнит сначала свою тещу, затем свою жену, ее брат и, наконец, двух своих старших собственных сыновей, только за то, что они принадлежали к роду Хасманеев и потому имели больше прав на престол. Именно в такой обстановке происходит событие Рождества Христова. Сначала рассказывается в Евангелиях о том, что три волхва явились в Иерусалим. В греческом тексте они называются магои, магами, и говорится о том, что они пришли с востока. Маги или магуш – это название зарастрийских жрецов в соседнем Парфянском царстве. Эти жрецы жили как отдельная закрытая каста, от халдеев позаимствовали некие астрономические познания и исповедовали зарастризм. В зарастризме существовало поверье о том, что должен прийти Сашьянт, буквально спаситель, или астват Эрет, воплотивший истину. Согласно Евангелию, когда Ирод встретился с волхвами и узнал о рождении нового царя, тот сразу же пожелал его уничтожить, возможно, считая его наследником какого-то древнего священнического или аристократического рода. Таким образом, мы можем довольно точно датировать рождение Христа. Согласно Евангелиям от Матфея и Луки, Христос родился в правлении Иродвеликого, который умер в 4 году до н.э. Евангелисты также говорят о Вифлеемской звезде, который привиловал Хвоф. Речь, по всей видимости, либо о вспышке сверхновой в созвездии Козерога, о которой весной 5-го года до н.э. сообщали китайские астрономы, либо о параде планет Юпитера, Сатурна и Марса в начале марта 6-го года до н.э. Евангелист Лука также сообщает о том, что в тот год проводилась перепись первое в проявлении Квериния. Многие ставят по сомнению это его сообщение, но для нас важно, что публисульпица и Квериния действительно историческая личность. Квериния принадлежал к старинному патрицианскому роду, был консулом в Риме, а в 6-м году до н.э. был послан в Малую Азию для подавления некого восстания. Можно сказать, что в этот период он был временным правителем и в Сирии. О нем же сообщает в своих аналах Итацет. По всей видимости, в недавно присоединенной провинции Иудея Октавиан Август пытается совершить перепись для того, чтобы правильно взимать налоги, о которых в Евангелиях также много сообщается. Таким образом, с большой долей уверенности мы можем сказать, что Христос родился весной либо 6-го, либо 5-го года до н.э. Конечно, у нас нет сторонних свидетельств об убиении Ирода-младенцев в Вифлееме. Но схожий эпизод мы находим у Флавия. Он пишет о том, как Ирод на смертном адре приказывает умертвить всю иудейскую знать, чтобы его смерть оплакивали. С этим событием, а также с убийством сыновей Ирода, связывает избиение младенцев и языческий автор 4-го века Макроби в своих Сатурналиях. Он пишет, когда Цезарь услышал, что Ирод-царь Иудеи велел перебить в Сирии мальчиков в возрасте до двух лет, и между убитыми оказались его сыновья, он сказал, лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Макроби явно был незнаком ни с трудами Флавия, ни с Евангелиями, и вообще с местным контекстом. Иудеи он путает с Сирией, а сыновья Ирода на самом деле были убиты уже во взрослом состоянии. Но именно в силу того, что он мало что знал о евангельских событиях, можно сказать, что некие слухи о подобных происшествиях все-таки существовали в первых иках нашей эры. Помимо Ирода в Евангелиях фигурируют и его дети и наследники. Например, в Евангелии от Матфея говорится, что Иосиф, услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся сюда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Действительно, Архилай был назначен этнархом, то есть правителем Самарии, Иудеи и Идумеи, которая, по свидетельству Флавия, отдавала доход в 600 талантов серебра. Октавиан Август не захотел восстанавливать титул царя после смерти Ирода и разделил его царство между его сыновьями. В шестом году нашей эры, из-за жестоких расправ над постоянно восстававшими Иудеями, Октавиан отправит Архилая в ссылку в Галлию, согласно Кассию Диону. После этого удел Архилая будет передан в управление легату, назначаемую римским императором, о чем пишет Флавий. В Евангелии от Лукин упоминаются и другие наследники Ирода. Дело в том, что Иудея была разделена на несколько провинций. На Иудею, которая, как я уже сказал, управлялась римскими наместниками. На Галилею, Итурею и Десятиграде, Дикаполис, группу из десяти эллинистических городов, которые были в основном языческими, и являлись частью провинции Сирии. Евангелист Лука в начале своей третьей главы пишет, что проповедь Иоанна началась в 14-й год правления императора Тиберия и называет других правителей того времени, например, Ирода Антипу, сына Ирода Великого, четверовластника, то есть тетрарха, наместника, в Галилее. Тот же титул в отношении Антипы и его брата Ирода Филиппа упоминает Иосиф Флавий. Ирод Филипп, первый муж Иродиады, внучки Ирода Великого, правил на севере. Флавий называет его провинцию уделом Зинадора, это некоторые регионы, называющиеся Батанея, Тарханея, Авронитида и Итурея. В Итурее, в ядре Филипповой области, находилась его столица, также упоминаемая у евангелиста Марка, Кесария Филиппова. Наследники Ирода будут фигурировать и в судьбе другого персонажа Евангелия, Иоанна Претечи. Похожий с евангелистами рассказ приводит в своих иудейских древностях Иосиф Флавий, который я позволю себе процитировать. Абеане он пишет. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг другу, питать благочестивое чувство к предвечному и собираться для омовения. При таких условиях, учил Иоанн, омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству, не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие истекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его. Благодаря такой подозрительности Ирода, Иоанн был в оковах послан в Махерон и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь наказание за эту казнь, так как предвечный желал проучить Ирода. Событие, о котором говорит здесь Флавий, это поражение Ирода Антипа в войне с Аретой IV Набатейским. Дело в том, что, как и говорится в Евангелиях, Иродиада была не первой женой Ирода Антипа. Задолго до этого он женился на дочери Ареты Набатейского, с которой предпочел развестись, чтобы жениться на Иродиаде. Из-за этого Аретой IV развивал войну с Антипой и разбил войско Ирода Антипы. И иудеи увидели в этом знамение и наказание за то, что Антипа казнил Иоанна Крестителя. История о том, как Ирод Антипу увел жену у Ирода Филиппа, у собственного брата, рассказывается не только в Евангелиях, но и в иудейских древностях Флавия. Однако давайте оставим политические события немного в стороне и вернемся к быту и жизни иудеи того времени. В первые годы проповеди Ана Крестителя Христос проживает в Назарете, где занимается ремеслом, скорее не плотничеством, а наследует профессию строителя от Иосифа Обручника. Долгое время существование Назарета в аналинистический римский период историками отрицалось, поскольку нет воспоминаний в источниках об этом городе. Однако в 60-х годах 20-го века были предприняты археологические изыскания, которые подтвердили наличие римских построек и даже построек более раннего времени в этом населенном пункте. В 2009 году израильский археолог Ердена Александра произвела новые раскопки, которые доказывают, что в первом веке нашей эры в Назарете было не несколько домов, а вполне себе основательный поселок. Обо всем этом буквально два года назад она выпустила статью на английском, с которой вы можете при желании ознакомиться. В каком же возрасте Христос покидает Назарет и принимает крещение? Можно предположить, что проповедь Иисуса, согласно Евангелиям, начинается в 30-м или 31-м году нашей эры. Однако даже если предположить, что он родился в 5-м году до нашей эры, а распятие произошло в 33-м году нашей эры, все равно получается, что ему никак не могло быть тогда, на момент смерти, 33 года, как о том свидетельствует церковное предание. Эта традиция опирается на Луку, однако, возможно, слова евангелиста не следует воспринимать буквально. Лука пишет, Иисус, начиная служение, был лет 30. Под этим он, возможно, подразумевает, что ему было больше 30. Дело в том, что люди древности и средних веков не обращали большого внимания на возраст и не высчитывали года так, как это делаем мы. Поэтому вполне возможно, что на момент крещения Христу было уже около 36 лет. После крещения Иисус удаляется в пустыню. Предполагается, что Иоанн крестил где-то недалеко от Иерихона. В Евангелии от Иоанна это место называется Вивафарой, Бет-Аварой, домом переправы. Действительно, существовала недалеко от Мертвого моря переправа через Иордан. Она находилась недалеко от Кумрана, что может быть тоже не случайно. Есть теория, что Иоанн креститель был воспитан есеями, аскетической иудейской сектой, о которой упоминают и Филон Александрийский, и Плиний Старший, и уже упоминавшийся нами Иосиф Флавий. Возможно, именно поэтому Флавий рассказывает нам об Иоанне, но, скорее всего, умалчивает о Христе. Тестимониум Флавиум свидетельство Флавия о Христе является, скорее всего, позднейшей христианской вставкой. Флавий, будучи сам фарисеем, симпатия относится к есеям, считавшимся праведными людьми, некими библейскими ветхозаветными монахами. Но Христос с его ярой проповедью против фарисейского благочестия, конечно же, не близок Флавию, поэтому он предпочитает о нем ничего не говорить. После сорокодневного поста в пустыне, по всей видимости, на той стороне Иордана, Иисус возвращается в Капернаум Приморский, город на берегу Галилейского озера. Иосиф Флавий называет Кфернахум, Капернаум, всего лишь источником, рядом с которым, может быть, имелось селение или деревня. В Евангелиях же по какой-то причине он именуется городом и называется вместе с Ифсаидой и Хрозином до неба вознесшимся. Многие скептики воспринимали это как некое противоречие, но, судя по всему, для Галилеин, не бывавших нигде, кроме Иерусалима, большое селение Капернаум являлось вполне себе городом. Что интересно, Иисус в ходе своей проповеди не посещает города, которые среди благочестивых иудеев считаются нечестивыми, а скверненными языческими. Например, спаситель не посещает города, построенные Иродом и его наследниками или эллинистическими правителями – Антипатриду, Алексадрион, Кесарию Морскую, Кесарию Филиппову. Даже Тевриада упоминается в Евангелиях всего один раз, хотя она считалась столицей Галилеи. Дело в том, что в окрестностях этого города было много древних гробниц, которые при строительстве разрушались, дома строились прямо на месте захоронений, и поэтому иудеи, имевшие табу на прикосновение к телам умерших, считали город нечистым и боялись селиться в нем. Кроме того, в Тевриаде находились римские храмы и амфитеатр, что также не приветствовалось иудеями. Капернаум же, называющийся иногда любимым городом Иисуса, находился на границе с Сирией. Там находилась таможня, упоминающаяся и в Евангелии, поскольку оттуда отправлялись товары в Дамаск. Кроме того, имелась синагога, которая была построена на деньги римского центуриона, и ниже в Евангелии от Луки проповедует Иисус. Даже сами проповеди Христа содержат некоторые реалии религиозного уклада иудеев первого века нашей эры. Так, например, у всех евангелистов встречается фраза «Законы пророки» или «Моисей и пророки». В то время это словосочетание являлось синонимом Ветхого Завета – Танаха. Танах на тот момент состоял из двух частей – Тора – это пятикнижие Моисеевы, и Неви – пророки. Последняя часть Танаха – Ктувим – Писание, во времена Христа, Иосифа Флавия и Филона Александрийского, находилась в стадии формирования и считалась чем-то вроде наших апокрифов. Так называемый протомасорецкий текст Танаха, который частично обнаруживается и в упомянутых свитках Мертвого моря, был написан на библейском иврите, на тот момент уже мертвом языке, употреблявшемся только для написания священных текстов. Знали его только люди религиозные и образованные, те, кто назывался Сафер – знатоки пятикнижия Моисеева, законники или книжники, как они называются в Евангелиях. Возникает вопрос, знал ли Христос иврит. Сами Евангелия написаны на кайне, на греческом, а еврейский, который упоминается в тексте, на котором в тексте говорит Христос, это на самом деле арамейский, близкий к ивриту семитский язык, но отличающийся от него во многом. Из арамейского в Евангелиях такие слова, как «Сатана», «Рака» – «Пустой человек», «Ав» – «Отец», «Асанна» – «Спаси нас», «Рави» – «Учитель» и т.д. По-арамейски говорит Христос у Марка «Талифа куме» – «Девица встань». По-арамейски же он произносит и одну из последних своих фраз – «Эли-эли лама шебактани». Иерусалимские евреи, находящиеся на Голгофе, даже не могут понять его, потому посредство евангелиста не говорят. Илью зовет он. Евангелисты в греческом тексте оставляют эти арамейские фразы, и таким образом до нас доходит непосредственная речь Христа. Действительно было бы странно, если бы галилеянин с севера говорил по-гречески. Можно даже выдвинуть смелое предположение о том, что еврита Христос не знал. Дело в том, что это вовсе не опровергает того факта, что Христос был хорошо знаком с Писанием и постоянно его цитировал. В Галилее того времени имели хождение торгумы – переводы Танаха на арамейский язык. Эти торгумы читались слух на субботних собраниях-синагогах, а прочитанные фрагменты затем комментировались. Эти комментарии потом лягут в основу Талмуда и Медраша. Подобные же сцены, как Христос читает Евангелие и комментирует, описаны и в Евангелиях. Но несмотря на все это, несмотря на то, что Христос хорошо знал Писание, цитировал его по памяти и мог толковать в собраниях, учителями, софер, книжниками, он воспринимался как неграмотный рыбак или пастух с севера, который не может знать, как правильно толкуется закон. Ведь он не обучался в школе при храме, он не знает иврита. И поэтому евангелист Иоанн говорит, дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Но это отношение диктовалось не только вопросами веры. Для Иерусалима религиозный вопрос был одновременно вопросом политическим. В эпоху, предваряющей рождение Христа, группа благочестивых иудеев, хасидим, распалась на две маленькие секты, бежавших от цивилизации есеев, уже упомянутых выше, которые покинули города и ожидали судного дня, и другую, получившую название Перушим, то есть отделившиеся. Перушим это те самые евангельские фарисеи. Несмотря на наше негативное восприятие слова фарисей, эта группа была наиболее близка к ученикам Христа, как и есея. Дело в том, что из числа фарисеев вышли некоторые преданные ученики Христа. Это и Никодим, приходивший к нему ночью в Евангелии от Иоанна, и Симон, у которого Христос останавливался, и Иосиф Альмафейский. Дело в том, что фарисеи не поддерживали языческих правителей, ни эллинов, ни римлян, ни наследников Ирода. Они старались проповедовать Ветхий Завет для иудеев, простых, живших в то время, и подчеркивали важность соблюдения закона Моисеева, и подчеркивали важность жертвоприношений и религиозных обрядов в то время. Поэтому Христос и говорит, что нужно поступать по их словам, но не вести себя так, как ведут фарисеи, не быть лицемерами. Лицемерие фарисеев проявлялось, например, в нетерпимости к тем, кто верит иначе, чем они. Например, к самаритянам, жившим к северу Трусалима, которые были иудеями, но не считали, что жертвы нужно приносить в храме, и потому совершали свои обряды на горе Горизим, за что фарисеями считались еретиками. Противники фарисеев Цедуким это еврейская аристократия, у которых, наоборот, были хорошие отношения с римской властью, и потому им удалось захватить ключевые посты в Синедрионе. Цедуким отрицали бессмертие души, воскресение мертвых, отрицали существование ангелов и любые предписания, кроме пятикнижия Моисеева, и отказывались пытаться каким-то образом усовершенствовать, дополнить Танах, в отличие от фарисеев. Именно садукеями были Анна и Каяфа, те, кто в Евангелях называются первосвященниками. Многие скептики указывали, что здесь у нас неточность, поскольку первосвященник может быть лишь один, много может быть коэнов, священников, левитов, ну и так далее. По всей видимости, подобная фраза в Евангелиях объясняется политическим контекстом того времени. Дело в том, что был первосвященник Ханан бен Сеф, или Анна Старший, который в Евангелиях называется именно Анной. Он был первосвященником задолго до Христа, до 15-го года н.э. Но Иосиф Флавий пишет, что Анна Старший был очень счастлив. У него было пять сыновей, которые все стали первосвященниками после того, как он сам очень продолжительное время занимал это почетное место. То есть, даже уйдя с поста первосвященника, тем не менее, он продолжал руководить Синедрионом и сохранять свое влияние в этой среде. Но если Иосиф Флавий пишет о всех пяти первосвященниках, сыновьях Ханану Старшего, то вот Евангелие сообщает нам о том, о чем Иосиф Флавий не знал, о том, почему был назначен именно Иосиф Каяфа. Евангелист Иоанн говорит, что Анна был его тестем. Служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каяфе, который был на тот год первосвященником. Именно поэтому Евангелисту Лука пишет о первосвященниках Анне и Каяфе, поскольку Каяфа был лишь марионеткой в руках более опытного суду Кея. Историчность фигуры Иосифа Каяфа подтверждает не только Иосиф Флавий, но и эпиграфические надписи. В ноябре 1990 года в Иерусалиме был найден Асуарий времен Второй Иудейской войны с надписью Иосиф Баркафа, то есть Иосиф сын Каяфы. По всей видимости, это гробница сына Каяфы, который, возможно, тоже был в то время первосвященником. Наиболее политически активные саду Кеев и Родиане активно поддерживали ставленников из династии Ирода и таким образом поддерживали римскую власть. Радикальные противники Родиан, Зелоты или Канониты, наоборот, протестовали против правления наследников Ирода и старались восстановить либо династию Хасманеев, либо поставить нового царя Мышааха на престол Иудеи. В Евангелиях фигурирует Симон Зелот или у Марка Симон Канонит, один из апостолов. Предполагается, что двое безымянных разбойников и упоминающиеся в Евангелиях Варава тоже были, предположительно, Сикари, члены наиболее радикального крайнего крыла Зелотов, которые не просто выступали против римской власти, но разоряли и захватывали города, убивали римских солдат, поднимали восстания, уничтожали долговые записи и отказывались платить налоги. Так в Аравии евангелист Лука пишет, что тот был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Возможно, еще одном выступлении Сикариев идет речь в отрывке из Евангелия от Луки. В это время пришли некоторые, сказали Христу о галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеи не были грешнее всех галилеин, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Дело в том, что Галилея была одной из самых беспокойных областей, кроме восстания Хиски, потом, после евангельских событий, там произойдет восстание сына Хиски, Иуды Гауланита, который упоминается в Деяниях Апостолов. Фарисеи, хотя и в открытую не выступали против римлян, но противились римским порядкам и установлением, например, были против сбора налогов. В Евангелии упоминаются неоднократно сборщики налогов мытаря, говорится о ненависти иудеев к мытарям, упоминаются пункты сбора пошлин у градских стен и о том, что фарисеи считали непозволительным разделять с мытарями пищу. Иродиане, желая изобличить Христа в политическом радикализме, посылает спросить его о подоте Кесарю, то есть Цезарю, императору. Иисус показывает Родианам римский динарий, серебряную монету, на одной стороне которой изображалась богиня Рима Рома, а с обратной император. Многими иудеями из-за изображения людей эта монета сама по себе считалась нечистой. Динарию равнялась поголовная подать местного населения, numissima census, это монета, которая платится подать. Поскольку Христос отказывается решать этот вопрос политически, то иродиане уходят ни с чем, так и не изобличив его как зелота, как повстанца против римлян. Если говорить о монетах, то в Евангелиях упоминается и другая монета, статир, тетрадрахма, то есть четыридрахма, которая равнялась иудейскому сиклю. Это одновременно и мера веса, и монета. Сикль или статир, это монета, полагавшаяся сбор на храм по закону. Когда же пришли они в Капернаум, пишет евангелист, то подошли к Петру собирателя Дидрахма и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахму? Иродиане не просто так искушают Христа своими вопросами, поскольку финал евангельской истории тоже будет происходить на фоне бушевавших в то время политических событий, в том числе преследований за оскорбление величества, кримин маэстасис. Само понятие маэстас означало и божество, и народ, и государство, и в то время императора, поскольку Октавиан Август еще провозгласил себя богом, а его наследник Тиберий поддерживает эту самую политическую традицию. Вот что об этом времени пишет свитоний. Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день. Никакому доносу не отказывали от доверия. Всякое преступление считалось уголовным и даже несколько невинных слов. Дошло до того, что смертным преступлением стало считаться, если кто-нибудь перед статуей Августа, то есть Тиберия, бил раба или переодевался, если приносил монету или кольцо в отхожее место с изображением Цезаря, если без похвалы отзывался о каком-нибудь его слове или деле. Под юрисдикцию закона об оскорблении величества маэста попадали преступления, связанные с антиримскими восстаниями и даже призывами к нему. Тиберий в это время удаляется на капре и передает всю полноту власти притарианцу Сияна, который на самом деле, конечно же, являлся скорее марионеткой, быстро смещенной. Но этот самый Сиян организовывает гонения на иудеев и, по всей видимости, Понтий Пилат, префект, чиновник более низкого ранга, следует за своим коллегой, римским легионером, и также начинает гонения на иудеев, в том числе Филон Александрийский сообщает о том, как наместник иудеи старается всячески насолить религиозным группам. Пилат, который еще век назад не считался исторической личностью, является одним из главных действующих лиц евангельской драмы. Его вопрос о том, является ли он действительно исторической личностью, нет, может считаться основополагающим для всего Евангелия. Всякие пререкания на сей счет были окончены в июле 1961 года, когда при раскопках Кесарии Палестинской итальянский археолог Антонио Фрово нашел так называемую плиту Пилата. Там красовалась надпись о том, что Тибериум, храм императору, основал Понтий Пилат, префект Иудеи. Есть и некоторые более свежие археологические свидетельства префектуры Пилата. В 2018 году археологи обнаружили при раскопках Иродиона, той самой крепости Ирода Великого, кольцо с именем Пилата. О Пилате пишет неоднократно Флавий, события префектуры Пилата описывает и Филон Александрийский. В отличие от Тацита, Евангелие более точно описывает и статус Пилата. Как и в Кесарийской плите он назван префектом, так и евангелисты называют его правителем, по-гречески эгемоном. Термин эгемон в греческой литературе первого века н.э. соответствует латинскому термину префектус, префект. Кроме того, и психологически очень правдоподобно ведет себя Пилат в Евангелиях. Он не желает предавать смерти Христа, стараясь таким образом насолить религиозным иудеям, фарисеям и саддукеям, и еще больше можно объяснить его нежелание отпускать Сикария в Араву. По праву наместников, тетрархов, вершить суд собственной области, Пилат отсылает Иисуса к Ироду, поскольку тот из Иродовой области, как свидетельствует евангелист Лука. Очевидно, что отношения между римским префектом Иудеи и тетрархами из других областей были напряженными. Все-таки местные правители могут подозреваться в сепаратизме и в стремлении вернуть себе отнятый трон царя Иудеи. Именно поэтому Ирод Антипа отсылает Иисуса обратно к Пилата, уступая таким образом ему судебную исполнительную власть. И это, конечно же, радует римского префекта. Ирод со своими воинами, пишет евангелист Лука, унизив Христа и насмеявшись над ним, оделал его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И вот что важно. Сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Нам, верующим, необходимо более подробно изучать исторический контекст написания этих текстов, таким образом лучше понимать написанное в Евангелиях. Конечно, мне не удалось осветить всех аспектов евангельского текста в этой лекции. Например, за скобками остались и топография самой Иудеи того времени, упоминающиеся многократно в Евангелиях города, известные по археологическим раскопкам или по другим источникам. Также, если вам интересно, вы могли бы открыть в интернете карту Иерусалима времен Христа и попробовать последить его маршруты в этом священном городе и найти какие-то топосы, которые находятся как археологически, так и в текстах Евангелия. Например, вы можете спросить, а что такое же гиена огненная? У нас это ассоциируется с адом, но вот совсем другое значение это слово имело во времена Христа. Или, например, как следует понимать притчу о богаче и о верблюде, который не может пройти сквозь игольное ушко? Буквально ли игольное ушко понимается в тексте Евангелия, или же это опять-таки некое реалие, существовавшее в Иерусалиме того времени? На эти вопросы в данный момент я отвечать не буду, но надеюсь, что вам понравилась моя лекция. Безусловно, все осветить не получилось, но я надеюсь, что она стала неким познавательным событием для вас. Спасибо за внимание, всего доброго!